Здравствуйте, я Александр Герасименко. Я отвечаю сегодня на вопрос, как избавиться от стресса. Сегодня был насыщенный, принасыщенный день. Давайте сделаем его еще более насыщенным. Письмо написала мне Ольга. Ольга спросила меня, Александр, муж приходит с работы злой, как собака. Это я запомнил. Он вымещает весь свой стресс на нас с ребенком. Я из-за этого тоже злюсь. Я вымещаю стресс на ребенка. Из-за этого мы все очень сильно ругаемся. Как избавиться от стресса? Вопрос мне понравился. Понравился, потому что в нем есть доверие. Он трудный. Он не стоял, как снять стресс, как сделать жизнь легче. Как избавиться от стресса? На него я отвечу. Во-первых, я прокомментирую сам по себе вопрос и ситуацию вашу. Ольга, я думаю, что стресс не ухудшает отношения. Он их проявляет. Заметьте, где люди находят друзей? Тюрьма, армия, трудные ситуации. Почему? Потому что стресс проявляет отношения. И стресс разрывает отношения, когда люди просто не должны быть вместе. Поэтому, возможно, вы уже получили ответ, и у вас ситуация, на которую нужно подумать в другом ключе. Итак, как избавиться от стресса? Первое, чем нужно знать. Не стоит гордиться тому, что твоя жизнь стрессовая. Потому что стресс – это хронический страх. И любой человек, который говорит, что я живу в таком стрессе постоянно, это человек, который признал, что я привык бояться. Мысль глубокая, тем не менее, непростая. Я повторю ее. Каждый человек, который говорит, что он проживает свою жизнь в стрессе, это человек, который выработал привычку бояться. Есть другое мнение, дементрально противоположное. Люди говорят, что нужно полностью избавиться от стресса. Стресса я не хочу. Микродозы стресса необходимы для мышления. Люди, которые стресс полностью исключили, отупели. Итак, как же довести стресс до правильной дозировки? Существует 4 способа, как можно снять стресс. Все они начинаются на букву «С». И 3 способа, как можно от стресса полностью избавиться. Если замечаете, есть прогрессия на понижение. Чем меньше вещей, которые нужно сделать, 4 способа снятия стресса и 3 способа, как избавиться, тем меньше у вас в жизни стресса. Способ первый. Все эти способы, как я сказал, начинаются на букву «С». Это сбежать. Куда можно сбежать? Сбежать на ГУА. Сбежать от реальности. Есть одна вещь. Реальность обычно тебя догоняет. Когда тебя ловит, ты слабее, чем ты был, когда от нее сбежал. Она злее. Поэтому это не вариант. Сбежать можно в Facebook, либо ВКонтакте, посмотреть, кто какого краба там съел. Можно сбежать в битсцельный раздвор с друзьями, в компьютерную игру. Любые побеги не работают, потому что реальность в нашем отсутствии обычно ухудшается. Способ, как снять стресс, номер 2. Спирт называется. Можно напиться. Метод очень рабочий, и многими он задействованный. Знаете что? Как бы ни считался плохим этот метод, я не знаю, какой метод хуже. Метод постоянно бояться или метод напиваться? Настолько оба они негативно влияют на человека. Кому-то для того, чтобы протезветь, нужно напиться даже. Тем не менее, метод, конечно же, негативный. Способ номер 3. Первый был сбежать. Второе – это спирт. Третий – спорт. Есть такие люди, называй их хронические спортсмены. Что они делают? Они сбежали от стресса в спорт. Они тренируются по 2, по 3, по 4 часа ежедневно. Зачем ты его спрашиваешь? Он – я спортсмен. Ты зарабатываешь деньги? Нет. Ты как-то вдохновляешь других людей? Нет. У тебя суперрезультаты? Нет. Все очень просто. Человек, чтобы избавиться от стресса, будет делать что угодно. И спорт вызывает даже зависимость, потому что он избавляет человека от стресса. Ситуация гораздо проще, чем нам кажется. Существует такое понятие, которое называется «минимально эффективная доза». Так вот, спорт уже будет эффективен в снятии стресса и получение большей работоспособности, если мы будем заниматься спортом. 30-40 минут в день, когда наше сердце будет биться. 120-150 ударов в минуту. Большего не нужно. Все, что большее – это превышение минимально эффективной дозы. Смотрите, чтобы скипятить кофе или чай себе сделать, вода закипает до 100 градусов. Если вы будете пытаться больше ее кипятить, она будет 100 градусов. То же самое с организмом. Люди приходят домой уставшие, изнеможденные, потому что из хронического труса, который жил в стрессе всегда, он превращает себя в хронического спортсмена. Ты спрашиваешь человека, помнишь, у тебя была мечта? Он говорит, да, но как-то у меня нет сил, нет времени, у тебя энергии не хватает, ты всю ее отдал в спорт. Способ четвертый. Как снять стресс? Знаете, у компьютера есть кнопка, нажимаешь, и он перезагружается. Вот такая же кнопка есть у человека. Перезагрузка. Находится она вот на этом, либо на этом мухе. Кладешь ее на подушку и засыпаешь. Способ называется сон. Очень полезная вещь. Многие люди проживают всю свою жизнь в состоянии какой-то полнейшей дремоты. Нужно хотя бы раз выспаться и принять трезвое решение. Есть еще другие способы. Это тоже на буквы сауна, секс, и можно всех перемешать. Секс, сауна, спирт и потом сон. Главное понимать одну вещь, что чем бы вы ни занимались, снятие стресса, все эти методы, они временные. Стресс постоянно нарастает, ты его снимаешь, он опять нарастает. Борьба со стрессом принимает постоянную, бесконечную форму. И есть только три способа, как от стресса можно избавиться на постоянной основе. Способ первый. Брюс Лей говорил, успешный воин – это обычный человек с необычной фокусировкой. И мы сегодня забыли, что такое фокусировка. У меня был раньше такой сегмент на тренинге взлетной полосы. Я приглашал на сцену человека, спрашивал, кто говорит свободно по-английски. Поднималась часть рук, я вызываю человека на сцену, будешь моим переводчиком. Я говорю, сначала по-английски, человек переводит, а потом говорю на русском языке. Необходимо сфокусироваться. И он говорит по-русски в точности так, как я сказал. Необходимо сфокусироваться. Я говорю, ты не перевел. Он, ну как, вы сказали, так я перевел. Нет. Что такое фокусировка? Фокусировка – это найти 1%. Сфокусировать на нем все свои усилия. А 99 – игнорировать. Так что такое на самом деле фокусировка? Это больше игнорирование, а не фокусирование. Поймите, что сегодня рост стал очень тепличный. Правду сказать людям нельзя. Нужно с ними по-хорошему, по-мягенькому. Вот эти сопли и разжевываются в каждом видео, в каждой книжечке. Сфокусируйтесь. Фокусировка означает игнорировать. И этому нас не учили. Нас учили сфокусироваться. Поэтому многих не получается. Они тому учили. Игнорирование. Вот он, настоящий навык в 21 веке. Что нужно игнорировать? Первое – это людей. Их в мире сегодня 7 миллиардов. У каждого есть телефон, либо e-mail. И у них есть проблемы. И их проблемы легко становятся вашими, если вы не умеете этого делать. Навык очень трудный. До сих пор я с ним борюсь. У меня не получается. Но прогресс определенный уже есть. Второе, что нужно игнорировать – это возможности. Очень часто возможности переодеваются, как волк, увечу шкуру. И позиционирую себя, как возможность. Нет, это не возможность. Это просто очередное отвлечение. В 8% случаев то, что мы хотим начать новое, возможность заключается не в начинании новом, а в продолжении старого. И третье, что нужно научиться игнорировать – это желание собственного организма. Он ленивый, это факт. Он хочет спать, он хочет есть, он не хочет ничего делать и хочет отвлекаться. Если мы научимся игнорировать его, тогда мы действительно научимся игнорировать. Первый способ, как можно избавиться от стресса – это нужно научиться игнорировать. Способ номер 2. А теперь задумайтесь, что будет, если я игнорирую мой автомобиль. В автосервисе я не заезжаю, я игнорирую моих друзей, я игнорирую всех, кого я знаю, и даже свое здоровье. Тогда однажды я закончу мою жизнь на обочине дороги вот здесь вот. Никому не нужной, поломанной машине и больной. Второй навык, который необходимо освоить, чтобы избавиться от стресса – это делегировать. Нам нужны люди, которые будут делать те вещи, которые мы игнорируем. И причина здесь не просто затыкания дыр в нашем расписании времени. То есть я этого не делаю, пускай они это делают. И только в этом дело. Я скажу вам историю. Однажды мы с женой были в Икеа и купили там шкаф. Подъезжаем к кассе, у меня полная тележка, огромных-огромных коробок. И на кассе меня спрашивают, а доставку будете заказать? Я говорю, да нет, у меня большая машина, я сам все довезу. Жена смотрит на меня, она более прагматична, чем я. Я оптимист до последнего. И часто начинаю делать то, что, может быть, не нужно было делать, но каким-то чудом я эти все вещи заканчиваю. Ты точно сам это все доставишь? Я, конечно, доставлю сам. Доставишь сам означает поднять все на восьмой этаж. Эти коробки большие в лифт не помещались. И до полперва ночи я носил этот шкаф наверх. Я его поднял наверх, смотрю на него. Да сейчас я его соберу. Я закончил эту сборку в 3 часа ночи. У меня стоял какой-то незаконченный шкаф. Завтра закончу. Весь день я прожил уставший, потому что не выспался, само собой. Я возвращаюсь обратно домой. И выясняется, какую-то вещь я забыл собрать. Разбираем все обратно. Сокращая эту длинную историю, я собирал этот шкаф 3 дня. За 3 дня я ввел себя в состояние, которое мне не свойственно. Я стал злым. Я стал злиться на людей. А все почему? Потому что, если мы работаем вне зоны нашего таланта, талант делает нас большими людьми. Мы пытаемся уместиться себя такого большого в маленькую дырочку. Нам там тесно. Стресс нарастает. Делегирование – это навык, который гарантирует, что у нас не будет стресса. И он гарантирует работу первого необходимого навыка игнорирования. Нужно обязательно научиться делегировать вас в первом веке. Как бы это трудно ни звучало, одна из самых первых преград, которые могут быть, их много преград. Они все эмоциональные, они здесь у нас все хранятся. Из воспитания, что-то со школы, что-то из нашей семьи. Одно из возражений, скрытое возражение, которое может быть у вас. Хотя это не является темой этого видео. Тема этого видео – это как избавиться от стресса. Но действительно очень важная вещь. Это будет вам мешать, если вы с этими совладаете. А я что, получаю, главнее кого-то, если я кому-то делегирую? Поймите одно. Главнее тот, на ком больше ответственности. Если вы взяли на себя больше ответственности, чем другой человек, то вы его главнее, да вы его главнее. Навык третий – как избавиться от стресса. Если вы не внимательно прослушали меня все первые до этого рекомендации и сделаете только это, вы гарантированно избавитесь от стресса. Ралф Волда Эммерсон сказал прекрасную фразу. Он сказал, что в мире, который постоянно пытается тебя изменить, самая трудная вещь – это быть самим собой. Третий навык – научиться быть самим собой. Представьте ситуацию. Если я вот сяду сейчас вот так вот криво и буду так долго сидеть, мне будет так комфортно? Нет. Мы испытываем жуткий стресс и сильное напряжение от того, что мы пытаемся быть кем-то, кем мы на самом деле не являемся. Актеры, певцы, люди, которые играют какие-то роли, они часто спевают или становятся наркоманами. Почему? Потому что самый сильный стресс мы испытываем, пытаясь быть кем-то. Люди приходят в спикер-клуб, я обучаю людей выступать публично. И первый шок, который они испытывают, это то, что «а я не меняю вас там, я не меняю, я вас проявляю». Вопрос стоит очень жестко. Как понравится аудитории? Ну, не знаю, может, нужно интереснее выступать. Шутки используют. Нет. Что понравится аудитории? Нужно быть самим собой. Ах, да, как могли забыть. Второй вопрос стоит. Как еще больше понравится аудитории? Ну, тут мы уже не знаем. Нужно еще больше быть самим собой? Необходимо осознать, что где бы ни были, зону комфорта мы носим всегда с собой. И мы можем выйти из нее только, если мы начинаем притворяться. Вот так вот наклоняясь в сторону. Каким мне здесь быть? Как мне себя с ним повести? Взять себя так, как ты обычно себя ведешь. Что сказать? Что ты обычно говоришь? То, что думаешь, так и скажи. Мы всегда будем оставаться в зоне нашего комфорта, если не будем притворяться. И мы можем научиться быть самим собой. У меня есть хорошее видео на YouTube. Оно занимает первое место по запросу «Как быть самим собой?» Можете его посмотреть. Резюмируя его, я скажу вот что. Чтобы быть самим собой, нужно учиться не реагировать ни на похвалу, ни на критику. Ни на то, ни на другое. Ну, критика – понятное дело. Почему на похвалу нельзя реагировать? Потому что мы становимся как шарик, ракеточка нас направляет. Таким вот будь, таким будь. И аплодисменты направляет наш вектор в жизни. Ни критика, ни похвала не влияет на ваше поведение. Поймите, что сегодня мы получаем мгновенную обратную связь. В Фейсбуке вы публикуете вашу фотографию, и всем она либо нравится, либо они могут ее критиковать. Мгновенная. Эта обратная связь является коррекцией нашего поведения. Нужно учиться эту обратную связь полностью отсекать. Почему все великие люди, литераторы, Пушкин, многие другие великие люди, жили в 19-20 веке, сейчас стало меньше, мы растворяемся. Почему? Потому что у них не было мгновенной обратной связи. Пока он написал книгу и издал ее, годы проходят. У него есть шанс 5 лет, может быть меньше, около этого времени, упорно работать на тему, что он верит. Сегодня ты выдаешь себя обществу, и тебя тут же корректируют. Нет, нужно учиться быть самим собой. Я резюмирую. Не стоит гордиться тем, что твоя жизнь стрессовая. Потому что человек, который живет в постоянном стрессе, это человек, который выработал привычку постоянно бояться. Ты хронический струс. Есть 4 способа, как можно снять стресс. И все начинаются на букву «С». Это сбежать. Это спирт. Это спорт. И это сон. И 3 способа, как от него можно избавиться. Первый способ – это игнорировать. И не просто, как школьники говорят, забей. Нет, ты смотришь 99%, и тебе их делать не нужно. Ты осознанно выбираешь их не делать. Осознанное игнорирование. Второе – это делегировать. На канале Bloomberg, финансовый канал, который я люблю смотреть, было интервью одного CEO, директора компании. Он сказал прекрасную фразу. Он сказал, сегодня, в 21 веке, не важно, что делаешь ты, важно, что ты заставляешь делать других людей. Делегирование. И третий навык – умение быть самим собой. Пожалуй, самый трудный из навыков, чтобы люди там не говорили. Это были 3 способа, как избавиться от стресса. С вами был я, Александр Герасименко. Живите без стресса. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok